Буквально на минутку отступления от Международного Женского Дня, хорошо? Пожалуйста. Потому что в Хабарске будет очень крутой турнир. Это этап профессиональной серии Russian Judo Tour. Да? Можно показать афишу его, да? А сейчас скажу, что, во-первых, это вообще действительно очень круто. А самое крутое, что благодаря вот анонсу этого турнира я узнал, что, оказывается, Дальний Восток – это родина русского Judo. Слушайте, ну, это оно и логично, на самом деле. Потому что и Япония рядом, и вроде бы в связи были всегда. Вот турнир имени Ощепкова к стыду своему только вот сейчас узнал, что Ощепков же, помните, создатель самбо, во-первых. Во-вторых, первый русский, который изучил Judo, он же служил, оказывается, в Хабаровске, в штабе здесь войны. А потом в Владивостоке, а потом поехал в Японию, как бы изучил там вот Judo и вернулся. Во-первых, пропагандировал Judo у нас, а во-вторых, создал самбо. Ну, то есть, действительно, можно же сказать, что Хабаровск – это родина российского Judo. Да, да. Ну, я знаю, наши гости вот скептически ухмыляются, поэтому представляю. А теперь возвращаемся к Международному женскому дню. У нас в гостях находится одновременно одна из самых красивых и одна из самых сильных спортсменок. Итак, представляю, Ирина Родина – заслуженный мастер спорта России, обладательница пятого дана по дзюдо, мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, участница Олимпийских игр в Сиднее, 11-кратная чемпионка мира по самбо, чемпионка Европы по дзюдо, ну, старший тренер сборной России по дзюдо какое-то время, а сейчас, к нашему счастью, заместитель руководителя Департамента регионального развития Федерации дзюдо России по Дальневосточному федеральному округу. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно здесь у вас находиться. Вот такой неженский, мне кажется, вид спорта, а в итоге женский. А почему вы выбрали именно дзюдо? Я понимаю, что вам этот вопрос наверняка задавали много раз. Простите, мы сегодня банальны. Да. Ну, во-первых, когда я начала заниматься дзюдо, мне было 13 лет, и как-то не очень еще там ассоциировалось, что это должно быть женское, еще что-то. Но плюс ко всему я всегда была достаточно крупная, и, конечно, там ни в балет, ни в художественную гимнастику меня просто бы не взяли. Но всегда была достаточно спортивная, и использовала все возможные секции в школе, рядом на стадионе, там, и волейбол, и баскетбол, и велоспорт, и метание ядра, там, что только у меня не было, да, в практике. И в 85-м году в нашей стране разрешили женскую борьбу, разрешили заниматься женщинам борьбой. И я начала заниматься в 87-м году. То есть это был новый вид спорта для населения, да, для девочек. И как любой любознательный подросток, конечно, очень хотелось, ну, это попробовать. Мы туда пошли почти всем классом, все девочки. Ну, осталась вот я одна. И добились высоты, вероятно. Кому-то было больно падать, кому-то непривычные действия, которые там выполняются. А мне вот как-то сразу все было симпатично. Ну, начнем с того, что это был подвал. Подвал, но очень красиво обит матами. Было очень уютно. Такой достаточно строгий, но по глазам было видно, что добрый тренер. И как-то, ну, с первого раза мне захотелось повторить свой приход. Вот. И вот тренировка за тренировкой. Тренировка за тренировкой. И уже вот почти 35 лет. А вот я замечаю, что дзюдо во всем мире вот именно за последние годы станет популярнее, популярнее, популярнее. Женское дзюдо. В чем феномен? В чем шарм? В чем шарм? Ну, во-первых, ни в коей мере не хочу обидеть никакие другие единоборства. Ну, дзюдо самый гармоничный. Дзюдо, да, он как эстетичный такой, да. Ты в красивом кимоно, на красивом татаме. И, конечно, здесь еще такой фактор, как есть такой философский подход. Да, это уважение к залу, уважение к сопернику. Это постоянная японская тема, там, постоянные поклоны. Ну, для души это очень приятно. Да, нет никаких... И потом, это не физически сильный вид спорта, где нужно упираться и через силу что-то делать. Это именно гармония движения, чувство партнера. И если ты умеешь хорошо двигаться на татаме, если ты умеешь правильно выводить партнера из равновесия, то для самого броска не очень сильно нужно прикладывать физическую силу. То есть энергия другого человека используется. Да, достаточно использовать силу другого человека. Дзюдо же ведь и переводится на русский язык как «гибкий путь». Да, то есть, как у нас говорят, поддаться, чтобы победить. Да, вроде бы немножечко сделать какое-то действие, где соперник подумает, что он уже победил, но это... А вы чемпионка и в дзюдо, и в самбо. Какой вид борьбы сложнее? Вот я слышал, что самбо, он, возможно, не такой гармоничный, более действенный, более сильный. Ну, этот вопрос тоже обычно задается. Я обычно на него отвечаю так, что... Вот мне все равно, как называется вид спорта, да. Я очень любила заниматься тем, чем я занималась, тренироваться на соревнованиях, как бы, как такая подводка, да, как экзамен от того, что ты сделала, от того, что ты тренировала на тренировке. Как бы здесь такой итоговая такая черта. Хорошо ты тренировалась или не очень? Да, вот. И, ну, в самбо немного поменьше конкуренция. Ну, по крайней мере, в моей весовой категории была в то время, да, как сейчас. Ну, а сейчас вообще все печально со спортом. Ну, потому что отрезано. Ну, да, конечно, потому что отрезано. И, конечно, это очень большое горе для спортсменов. Ну, с другой стороны, а как вот международному этому сообществу без российских спортсменов и спортсменок? Это тогда уже тоже ведь неполноценные турниры получаются. Потому что наши как раз и составляли всегда достойную конкуренцию. Ну, вот за это и обидно, что в рамках каких-то неурядиц, да, в первую очередь, там вот, например, страдают спортсмены, которые реально всю жизнь отдают тренировочному процессу, где-то ущемляют себя в чем-то. Но просто вся жизнь положена на тренировки, на достижение результата. И, ну, у многих просто перечеркнулся смысл жизни. Тем более хорошо, что в Хабаровске будут проходить турнии по дзюдо. Кстати, как он будет проходить? Кто к нам приедет? Он будет проходить, я думаю, что на высшем уровне. Конечно, это шикарнейший зал Платином-арена. Высший пилотаж. Вот. К нам приедет практически вся сборная страны. Вот. И подтвердились уже несколько стран. Ну, думаю, что будет... Конечно, не будет Европы, конечно, не будет Японии. Это, ну, печально. Печально для практики. Ну, это их проблема. Реально, это их проблема. Вот. Я думаю, что на высочайшем уровне пройдет и по соперникам, и по организации. Вы отвечаете в Федерацию дзюдо за Дальний Восток, да? А здесь вообще насколько сильное дзюдо? Если сравнивать разные регионы России, где дзюдо сильнее? Ну, понятно, у нас президент сам дзюдоист. Питерское дзюдо, видимо, сильное? Ну, Питерское дзюдо, да, очень хорошая школа в Питере. Вот. К сожалению, очень большая проблема Дальнего Востока – это финансирование. Естественно. Но я думаю, что это не только спортивная отрасль, это многие отрасли, где нужно выезжать на какие-то мероприятия. Вот. Я уже посмотрела два ДФО. Это до 23 лет и до 15. И могу сказать, что уровень спортсменов хороший. То есть они могут составлять реальную конкуренцию всей России. Но, к сожалению, вот эта финансовая проблема с выездами очень плохо влияет именно на развитие. Потому что, конечно, в нашем виде спорта соревнования, спарринги – это самый главный аспект. И если у тебя не будет тренировочных мероприятий, на которые тоже надо выезжать, у тебя не будет роста. Ну и, естественно, соревнования – это смысл тренировочного процесса. Ну, как раз-таки, может быть, вот это мероприятие и позволит дать какой-то, может быть, дальнейший импульс для того, чтобы наши ребята развивались и потом дальше ехали на запад страны. Главное, чтобы возвращались обратно и продолжали тренировки, чтобы представляли хабаров. Да, конечно. Это просто огромный плюс в практической деятельности спортсменов Дальнего Востока, что не нужно нам выезжать, а как раз к нам все приедут. И здесь прекрасная возможность повысить свой соревновательный уровень. Кому бы вы рекомендовали идти в дзюдо? Особенно, что касается девушек. Ну, в дзюдо я рекомендую идти всем. Ну, во-первых, это, как и любой вид спорта, он организует тебя. То есть ты умеешь правильно распределять свое время, ты умеешь расставлять приоритеты. Что тебе более нужно, что не очень. Дзюдо дает определенную философию по отношению к жизни. Вот. И, ну, и, естественно, это абсолютно всестороннее развитие твоего организма. И ты уверен в себе, а уверенный человек, он на многое способен. А кому лучше, девушкам или юношам заниматься, дзюдо? Это, ну, вот кому бы вы больше рекомендовали? Ну, мне кажется, девушкам это полезно для самообороны. Вы в жизни применяли когда-нибудь приемы? Да, и этот вопрос тоже часто задают. Слава богу, у меня в моей жизни ни разу не случалось вот такой ситуации, где мне пришлось бы применить свои спортивные навыки. Но я думаю, что если вдруг подвернется случай, то, конечно, наверное, я, ну, наверное, смогу постоять за себя и за близкого человека. Ну, а с другой стороны, ведь как раз-таки и восточное единоборство, это ведь целый, не только набор ритуалов, но это целая философия, где как раз-таки все заточено под то, чтобы силу не применять таких вот ситуаций, как раз добиться мирным путем разрешения каких-то конфликтов. Вот если брать именно философский аспект этих вот единоборств, как вот он, насколько вот вам симпатичен, или наоборот это стало вот как раз-таки центровым звеном в дальнейшем развитии, как личности? Ну, я вообще, я, конечно, борец, да, но я против насилия, это сто процентов. И, конечно, если есть возможность вне татами, да, решать какие-то спорные вопросы мирным путем, то я приложу максимум усилий для того, чтобы не была нарушена вот эта гармония, да. Вы знаете, такой еще деликатный вопрос, возможно, его тоже задавали вам много раз, меня правда интересует, когда девушки выходят на татами, они перед этим накладывают какой-то макияж, стараются, чтобы они выглядели хорошо, либо это все неважно и мешает только. Это, конечно, мешает, представляете, мы, ну, естественно, мы напрягаемся, мы потеем, да, и мы в процессе схватки, мы там тёмся друг от друга, там где-то лицо, может, где-то и по ковру проедет случайно, да, потом у нас очень жёсткое кимоно, и об кимоно можно обжечься. И, конечно, к концу схватки, если ты вышла накрашенная красавица, то, скорее всего, ты уйдёшь таким милым чучелом, вот. Поэтому я думаю, что это вообще такой вариант даже не рассматривается. Я подумал, может, специальная спортивная есть косметика? Да нет, конечно, конечно, нет. Ну, всё-таки это не бальные танцы. Ну, во-первых, не бальные танцы, а во-вторых, девочки все молодые. Молодые девочки, ну, все красивые. Зачем нужно, можно выступить на соревнованиях, их удачно выиграть, и на вечернюю часть, на какой-нибудь банкет уже прийти, там, с макияжем, если ты очень хочешь. Ну, а иногда бывают случаи, что тебе и во время соревнований наводят макияж, то, что красится подобно. Да, такие тоже варианты возможны. Вернёмся к тому, что завтра праздник, соответственно, во-первых, поздравляем вас с наступающим международным днём. Во-вторых, если хотите, можете передать кому-то привет. Можно в другом городе, нас смотрят по всему миру. Да, по всему миру. Ну, конечно, я от всей души поздравляю всех женщин с этим прекрасным днём весны. Очень хочется, чтобы в душе всегда, как говорится, пели птички, да, чтобы было хорошее настроение, чтобы все девочки были, девочки, независимо от возраста, да, всё равно мы в душе все девочки, чтобы все были любимы. И, конечно, пожелание мальчикам делать своих девочек счастливыми не только в этот прекрасный весенний день, а каждый день. У нас в гостях была Ирина Родина, заслуженный мастер спорта России, обладательница пятого дана под дзюдо, мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, участница Олимпийских игр, 11-кратная чемпионка мира по самбо, чемпионка Европы под дзюдо, старший тренер сборной России под дзюдо, а сейчас заместитель руководителя Департамента регионального развития Федерации дзюдо России под Дальневосточному федеральному округу.